Одна голова хорошо, а две головы... Вот! Мне нравится смотреть, как другие люди мучаются. Ну, прекрасно! Меня похвали! Я боюсь, Катя! Мне страшно! Можно я это сделаю? Я вообще не ожидала! Я тоже не ожидала! Ребят, всё идёт не по плану, срочно так! Катя, соберись! Так я стою собрана и всего на день! Всем привет! Вы на канале «Все к столу» И у меня в гостях снова Катя Бенчик! Друзья, всем привет! Давно мы не виделись, Катя! Мне кажется, уже месяца два или месяц! Ну да, только в прошлый раз чизкейк хлопковый попробовали, а так, в принципе, не виделись, да! Точно! Сегодня, друзья, у нас будет челлендж! Мы будем пробовать готовить хлопковый чизкейк! Да, я нашла самый популярный рецепт! Там 18 миллионов просмотров! Отзывы там все, комментарии! Ой, как всё круто-круто-круто! Я думаю, у нас тоже получится всё-таки! Нас с тобой двое! Одна голова хорошо, а две головы хорошо! Вот! Правильно! Поэтому не будем совершать ошибок! Наша задача сделать наш японский чизкейк с ровной шапочкой! Чтоб он не опал! Когда мы его достанем, он должен у нас подрыгивать! Как желешечка! Ещё и вкусный! Он должен быть не менее вкусный, чем те, которые мы с тобой пробовали! Ну, давайте так спрашивай! Ты когда-нибудь готовила хлопковый чизкейк? Да! И что? И два раза! У меня фиаска! У меня ничего не получилось! Я вообще расстроилась! Я думаю, вдруг ты мне принесёшь удачу! И у нас получится сегодня всё! Вот что-что! Удачу я точно могу принести! Ну, а то он как пойдёт! Как пойдёт! Почему я за? Ну, действительно! Так что наблюдайте! Смотрите! Мы ничего приукрашивать не будем! Будем делать как есть! Что получится, то получится! Уж не судите нас! Нам понадобится сливочный сыр, крем-чиз, сахар, сливочное масло, молочко, кукурузный крахмал, мука пшеничная, яйца и лимон! Ну, выглядит так, как будто всё будет супер просто! Да! Смотри, какие доступные продукты! Вот, реально! Кстати, вместо крем-чиза можно использовать маскарпоне! Смотри, нет, как в классическом чизкейке, там идут жирные сливки! Здесь, мне кажется, японцы упростили и сделали просто молоко и сливочное масло! Как из таких простых продуктов у нас получится вот этот шедевр? Ну, вот, за счёт разделения белков и жирков! Поэтому первым делом мы с тобой взобьём белки сахаром! Первым делом мы должны подготовить нашу массу, собственно, вот эту крем-чизовую! Сначала мы разминаем лопаточкой просто крем-чиз. Он уже мягкий, он у нас постоял какое-то время! Ставим в водяную баню! Сейчас у нас водичка нагреется! Сюда кидаем кусочек такой малышный! 20 грамм сливочного масла! Я сейчас, знаешь, себя чувствую прям зрительно, такая, что мы будем крем-чизы нагревать на водяной бане? Да на самом деле можно было не на водяной бане! Вот, кстати, мы с Катей, я вчера звоню, говорю, Катя, по какому рецепту будем делать? Может, сделаем ещё по шеф-кондитеру? Он не ставит на водяную баню, он просто ставит на, как его, огонь, ну, на низкую температуру! Всё одновременно просто доводит это до комнатной температуры! На самом деле не стоит задачи на водяной бане! Она просто равномерно, в общем, распределяет температуру, чтобы это всё не подгорело! Разницы нет! Мне кажется, надёжнее на водяной бане! Да! Ну его нафиг! Оно там пригорит внизу не надо! Одно дело, да, когда это делает человек, который каждый день готовит профессионалов! Другое дело, когда... Оля такая, которая каждый день по три торта готовит! Да я чую, я вообще не готова! Ну, я поэтому, да, не стала бы делать нигде нормально! Ну, зачем? Ну, я даже бельки с сахаром ставлю просто на огонь! Прям в такой чашу! Ну, у меня газовая уборка! Прям мелкий-мелкий такой огонёчек! И просто мешаю постоянно! Ну, конечно, швейцарскую меренгу я не рискну делать! Там уже действительно должна быть высокая температура! Ну, если не надо просто прогреть! Но, опять-таки, не повторяйте, да! Сюда масло мы не вводим! Просто добавили сверху, поставили! И ждём, когда масло начнёт у нас дать! И звук! Я пока займусь важным делом! Давай! Я сейчас оделю белки от желтков! Я дело очень люблю! Сколько меренговых рулетов я в жизни уже извлекла! Кстати, вот там мне написано, какой категории яйца! Видимо, у них вообще такого нет понятия! Категория! Я не знаю, взяла, в общем! Ты один взяла, тот же! Идти-идти! Ну, не знаю, конечно, белков будет больше! не будем совершать ошибок очень люблю это дело у меня профессионально все получается силой монтажа мы сейчас это все покажем смотреть идеальное отделение все блин я считаю что в нашем рецепте будет 6 желтков обычно 4 у нас 2 дополнительно вкуснее будет сливочнее нет не будем экспериментировать все будем делать четенько смотри тогда чтобы не экспериментируй ты сейчас возьмешь и отделишь как профессиональный кондитер а я постою рядом и буду приносить удачу у меня это получается лучше чем это давай тогда добавь молоко и вымешивай все еще раз я думаю я смогу сейчас просто раз у меня молоко на толстовке просто прям молоко и все холодное да что ты так прям смотришь контролируешь мамка тут включилась блин сейчас уже не перемешаю это легко это легко это легко легко так Кать соберись так я с вами собрана максимально видишь вот он уже вот побитый я вижу я сейчас делаю я вот так я вообще дома по чесноку обычно руками делаю вот так вот я прям в руку и да я тут честно скажу постеснялась мне показалось что будет неэстетично поэтому у меня все пошло наперекосяк я не оправдываюсь я просто вот ну делюсь а что до какого состояния мешаем капуки надо должно смотри если что видишь что какие-то комочки есть то можешь еще на водяную баню поставить можно даже не включать я думаю да просто вот да да кипит по-моему все комки мира собрались сегодня в этой масса ой масса не должна быть горячей она должна быть теплой и только тогда мы будем вводить желток ну чтобы они не свернулись естественно так у нас было сколько два яйца испорченных ты еще сейчас меня вычтешь да нет 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 я забыла сколько я сюда яиц разбила два было да испорчено господи вот поэтому я люблю больше все-таки профессиональные рецепты когда дают их шеф-кондитеры потому что там граммовочка там 100 грамм белка там 60 грамм желтков а я наоборот люблю народные рецепты не знаю кто по этим цветом шеф-кондитеры сложно 3 грамма ванили из стручка вытащить кто так делает ванилинчик купил ну все олья ну прекрасно меня похвалили ну ну за все а итак сейчас мы вводим сюда 4 желтка я отделяю их от белков вот я умею от прожилок белочных значит приятненько ты что так увлеченный смотришь мне под руку сглазить потихотечку знаешь как не стоит над душой да все смотрите ребят вообще рецепт легкий очень все вмешаем сюда желточечки сейчас да ну куда ой хорошо прям чуть-чуточку вы посмотрите как идеально я замешала массу смотри видишь смотри на лопатке тоже ничего не должно оставаться все давай ставь белки давай давай сахар сразу отправляем там кто-то постепенно вводит ой я тоже не люблю мы все авось прокачат и тут внимание надо добавить четверть чайной ложки лимонного сока а че ты не купила вот этот готовый чайный? нет я вот думаю пускай все будет так как он сказал да ну нафиг это одно и тошко я бы на самом деле вообще опустила бы ну это типа вот этот тартар который добавляют для устойчивости белков так же соль можно щепотку добавить да конечно но так как мы повторяем рецепт мы все таки должны все четенько соблюдать дочь маминой подруги все она вот все четенько у нее лимон там несколько капель лимонного Так испугалась, как будто я себе это, как серную кислоту, у меня линзы, а ладно, окей, просто прям четко укрепилась, вообще прям четко, да, все, погнали, а, гнались, да, прежде всего, смотри, ну коня на скаку остановит, миксер перенесет Ольга, вот извините, прошла минута, вы взбили белки, нас все укусит, плавно, постепенно, я вот минут 10 взбиваю, сахар подсыпаю, что сейчас, как вы за минуту взбили? Я просто на максималку поставила У нас просто стол, он практически уже вообще в окно ушел, вот так все, а, просто зафигачил, идеальные пики, серьезно, давай, показывай, показывай, идеальные пики Да, главное, кстати, не перезбить белок, когда он перьями пойдет, вот сейчас у нас прям все стоит, ну не стоит, он и должен быть, немножко быть опавший клюв Уверена? Да, потому что, когда мы их жестко делаем, он такой будет, как с хлопьями, и это уже, она будет ломаться, эта меренга, она, видишь, сейчас мягкая и пластичная, это то, что нам нужно Будем открывать производство хлопковых чизкейков, я думаю, так просто готовится, сейчас научишься, Оль, и все Да, ты думаешь, откроем, кстати Конечно, а почему нет-то, ну, в Японии это вообще такой самый у них популярный стритфуд, и на каждом шагу практически Ну, Москва тоже не отстоит, открывается, открывается Вообще в рецепте там идет мука для торта, ну, это по сути Мука и разрыхлитель? Нет, это самоподнимающаяся мука, а мука для торта, это там крахмал, то есть там много, высокое содержание клейковины и добавляется чуть-чуть крахмала, то есть, соответственно, мы берем 30 грамм муки обычной и 10 грамм крахмальчик Угу, интересно Ну, он такой прям вообще без муки практически Да, ты смотри, он легкий, почему он даже хлопковый, да, текстура такая прям воздушная То есть, по сравнению с американскими, тяжелыми, жирными, там еще это основа, основа песочная, японцы сделали Получается, я американский чизкейк, а Оля японский чизкейк Я, да, японский чизкейк, я вообще за творожную запеканку Ну, да, ты, наверное, рякотту любишь, да? Нет Никто ее не любит, Лена, а кто рякотту любит? Напишите в комментариях, кто любит рякотту Мы не осудим, все анонимно Просто напишите, если вы любите рякотту, я пытаюсь найти такого человека Ее же продают, а что-то продают Ой, давай ей вот мешай лопаткой, мне нравится смотреть, как люди мучаются Давай, Нянечка, в себя, мне кажется, будет все-таки Ты сдаешься, получается Комочки будут Ты сдалась сегодня? Да, сдалась Ну, пошел процесс? Да Ну, вот эту часть, кстати, можно и не прям так взвивать, мы больше, наверное, перемешиваем А ведь вот классические чизкики уже вообще не взбивают Не взбивают, да, наоборот, пузыри там избавляются Ну, здесь тоже избавляются от пузырей Форму может подготовить? Да не, зачем? Вдруг наша масса начнет опадать Пятнадцать сантиметров Я не нашла там диаметр какой Ну, посмотрите, прям самый маленький Поля делаем прям высокие Ты не пробовала вот отмерять диаметр? Как делают снежинки? А, не, не пробовала Держи центр То есть тебе прям ровный нужен круг опережда? Видишь, у нас форма кольцо Разворачиваем Ну, если что, мы сделаем традиционно Вырежем, нарисуем круг Я тебе не показывала, что ли, свой способ? Отгибаешь Сантиметров примерно Режем Это серьезно Или так для каждого торта? Да нет Боже, упаси Для нашего видео Да, ну да Ты не показываешь свой метод, который я только что придумала Так, чуть-чуть прям маслицем Чтобы у нас лучше прилипло Какой-то у нас тут уже кружок Ой, кишеч я с тобой пошел Я еще попробую Я не обещаю, что не получится Сейчас опять не обещаю, как у с белками Понимаешь, что это самое сложное? Подготовить форму Друзья, если у вас есть форма для кулича Пеките просто в них Конечно Конечно, да Вот, смотри, видишь Мы вот этот вот отступ Вот так вот Отгибаем И сюда Кладем Ага Получилось? Видишь, как четыре хорошо руки иметь Вообще идеальный мир Ну все, ничего у нас не вытечет Что там? Ты меня украшаешь, как ёлку А что, у меня настроение в огонь Уже? У меня ёлку уже А, то есть это была не шутка, да? В твоей истории С каждого дня В смысле шутка? Она у меня уже три дня стоит Вы просто Блин, вы просто не понимаете Ну расскажи Вы мне завидуете, что вот у меня Понимаешь, я свободный человек Я вообще в сентябре хотела поставить Я просто еще сдержалась Ну правда Зачем эти все рамки, да? Не, ну а что ее? Вот В 20-е число декабря поставлю, а потом пусть до марта стоит Да? Зачем оно? У меня есть настроение на огонь Не только до Нового года Потом при Батаре говорим И все А, а старый Новый год Вот это не уже Это что, барахло, как вот эта бумажка И нет Слушай, да по-любому у тебя просто ребенок Ну давай, мама, поставим ёлку Это было Но я не могу сказать Если бы я не хотела, я бы не поставила Просто он захотел, а я его настолько сильно поддержала Что мы теперь кайфуем, смотрим фильмы У нас ёлка стоит Каждое утро ее зажигает Раз, два, три, ёлочка горит Каждое утро, ты представляешь, вот сейчас осень Депрессивное настроение Как оно поднимает? Так что подумай Смотри, через неделю такая увлекает Я тут это ёлочку поставила, фоточку такая Ёлку-то вы когда наряжали? Когда мы дома все засели на неделю Не, ну а чем все дома сидят, да Хоть есть время с ребенком нарядить ёлку А ты чем без нового мама? Мы, короче, уехали в Крым У нас по плану был Крым И я там пионер-вожатый У меня трое детей Ничего себе Я детей занимала, как могла Я им сказала сразу Дети, у вас один час на игры Они этот свой Браул Старс Да Я им сказала, всего лишь один час А все остальное время Мы типа тусуемся Кто нарушает Говорю, отправлю вас с космонавтами В полную изоляцию Будете без света Восемь месяцев сидеть Чего у тебя за правила? Да я говорю, у меня это классное наказание Не слышала, что сейчас улетели Не улетели, вернее Космонавтов Поместили в Москве Ну как это В помещение Симитировав полет на Луну То есть их закрыли В полной изоляции Да На 8 месяцев Без света Без интернета В общем, короче Приближенные условия Типа И я детей Детей это Скажи мне Страшила Что я их отправлю К этим космонавтам Чтоб они познали Что такое счастье Без интернета Они у меня слушались Как бартики То есть самая сложная Профессия космонавта Это без интернета быть Слушай, мне даже дети Сейчас Они реально не могут У них какая-то ломка Начинается А у нас нет У всех этих детей Ты-то сильно много Да, смотрю Без инстаграмма Да, у меня сегодня Пришло уведомление Ваше время Экранное увеличилось На сколько-то там процентов И составило 9 часов У меня на 13% уменьшилось Я гордаса Потому что я елку наряжала У меня целый день Был из жизни Я с этой елкой со своей Все, давай Скорее уже Наворачивай Теперь нам нужно Получается Как лопатку Одна, да Треть Одна треть Белка идет Сюда Смотри, как Опять на глаз Так и отойдут Ну, ладно Чвертое можно Ну, короче Части белков Надо добавить Чтобы облегчить Вот эту массу Здесь мы уже Конечно Все делаем Аккуратно Какая нежная Оля Но опять-таки Белки должны быть Хорошо вмешаны в массу Будешь попробовать? Неси ответственность тоже Ну, конечно, блин Все на меня Ты так у тебя не получится Все А я что? А я стояла А я стояла Ты уже продумала Что мы будем На Новогодь готовить? Закуски Там Или пирог Какой-нибудь Штолин Ты будешь готовить? Да Я буду делать на заказ Свои не штолины А рождественские кексы Которые там Вымачиваются Неделя Только ты и есть штолины Или нет? Штолины Они есть упрощенные Знаешь, когда сахарной пудрой Засыпаются И стоят А тут я Промачиваю Каждую ромчиком Каждую неделю Стоять в темном шкафу Можно заказать? Я потом обзор сделаю Я тебе так с удовольствием Я просто всегда Я честно скажу Я пару лет пыталась Приготовить этот кекс И в итоге Я просто забывала Про эти сухофрукты Они у меня в холодильнике Представляешь Вот в этом роме Все замочены Так и стояли А хочешь прикол? Я как-то на год оставила Случайно Я перебирала шкаф Такая Что у меня там На дальней полке Год прошел Он как новенький Ну да Он может быть Чуть-чуть стал суховатый Такой Но он вкусный Но Ромчик говорит Чудеса А продажи когда? Типа Рождество когда? А кто как хочет То есть Кто-то под Рождество Катарическое берет Но мы так как елку в ноябре нарядили Нам можно пожалуйста Это К концу ноября Пожалуйста Причем я делаю С патокой С карамельной На миндальной муке Прям свежие этим делаю Как и пряности Измельчаю сама В кофемолочке То есть это Оль я очень хочу есть Пожалуйста Хватит уже травить Так смотри Это мы вводим Уже обратно сюда О как интересно Тут важно Все объединить Дна тоже Мне кажется вообще простой рецепт Особенно когда не ты готовишь Мне кажется пузырей очень много Да? Да? Мы что джакузи принимаем Реклопать Что делать? А смотри я покажу Сейчас Да Давай Держи вот так лопатку Держи лопатку Он вот так лил на лопатку Вот так ее держать получается? Нет Он прям вот так вот ее держал И я буду лить прям на ребро Ааа Я не знаю почему он так делал Может быть это как-то Слушай похоже что-то реально пузыри уходит Приколдесс Он не стучит по столу Ну знаешь что сейчас в конце сделать Сейчас покажу Ты прям уже заинтриговала меня Я не знаю как это помогает Он просто окунает лопатку в тесто И все Хотя я бы постучала Кать Давай наверное возьмем на себя ответственность И постучи маленечко Ой Ой блин Твоя конструкция все-таки немножко потерпела Надо было проверить Видишь эти вылезли Ребят все идет не по плану Срочно Срочно только не упади Ням-ням Будем? Да она из сироси есть еще Мы водяную баню Нет мы сделали водяную баню Но мы поставим на решетку Пока разогревали Было 170 градусов Сейчас запускаем до 160 на водяной бане На 20 минут Потом мы эту температуру чуть-чуть Посмотри как просто Сбавим Сейчас самое интересное Мы открываем духовку Спустя 20 минут Считаем до 5 Прям пальчиком Это очень важно И снижаем температуру до 110 градусов Раз Два Три Четыре Пять Закрываем Снижаем Конечно я это делаю Да Я лицо обжигаю Все Ждем еще час С Богом Сейчас пришел Я погиб из Катю Мне страшно Хотя вроде бы да Никто не это Жизнь не смертью А кто знает Оль А мы сейчас А Чего? А Ничего просто Получилось Не может быть Блин он ровный Катя я не верю Ой только не уроните Умоляю Боля а где печать Почему печати нету Сейчас поставим Ставь сюда скорее Не может быть Интересно дрожит он Надо его будет аккуратно перевернуть Это уже не плохой результат Это вообще Это лучший результат Блин Как круто Такие радостные Я вообще не ожидала Я тоже не ожидала Так во многих рецептах Советуют оставить в духовке Ну как обычные чизкейки Типа приоткрыть полчаса Еще подождать Еще подождать Мы ничего ждать не будем Мы хотим эффект Джингл Это как там Джингл бэлс Спасибо Мы хотим дрожащего эффекта Тут конечно такой миссии Вот это все не смотри Ну а что теперь у нас Да у тебя смотри У тебя руки по моему Вообще Это как будто Руки прихватки Руки прихватки Руки прихватки А зачем мы переворачиваем А нельзя просто на подножке Оль Можно я это сделаю? Да Зайка давай Ой 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 Как здесь Изанила Давай 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 Ты получился Катя Я уже думала все пропало Я уже ходила тут плакала Катя Свидетель Дремела честно Просто море слез. Не сыпь, не соли на рану. Сыпь просто вокруг. Сыпь просто вокруг. Можно я подниму давай? Опачки. Ну почти, да. Типа печатка наша. А вот эти вот все флаффи, у них там вообще не видно было печать на их торте. Слушай, ну не больше, чем флаффи. Флаффи, ты посмотри, как красиво. А это резать-то можно ли пока нельзя? Конечно резать и пробовать. Серьезно? Я думала, надо поспрячь, а сикар. Да, что надо ждать, давай. Да все, а уже все ножницами. Слышишь? Да, тихо. Боже мой. Оль, мне кажется, с тобой будем в кондитерскую открывать свою. Давай. Ой, блин, Катя, как это круто. А-а-а-а. Ой, блин. Обалдеть. Слышишь, пузырьки лопаются. Мукаш, пока горяченькие. У тебя получилось? Да. М-м-м-м. М-м-м. Ну, тоже вкусно. Ой. Не хуже, чем флаффи. В смысле не хуже? Лучше? Конечно, лучше, простите. Нет, сейчас вот без шуток. М-м-м. Это пушка. Это так. И не бисквит, и не запеканка. Идеально. Да. Вот таким должен быть. Может быть, когда флаффи тебе доставляли горячий, может быть, он примерно был похож на этот чизкейк. Боже, ребята, это очень вкусно. Готовьте! У вас получится! По самому популярному рецепту на YouTube. У нас его тоже вы как бы можете найти. Попробуйте. И, кстати, мне очень нравится здесь сахарная пудра сверху. Как раз торт внутри не сильно сладкий. И чуть-чуть вот здесь сверху, да? Так приятно, когда прям как раз в первом вкусе. М-м-м. Все. Уходим. Уходим. В отпуск, потому что после такого нужно вообще две недели отдыхать. Катя, ну давай уже пятюню. Мы молодцы, мы справились. Десятюню. Десятюню. Сколько звезд Мишлен ты дашь этому торту? А сколько максимум? Три звезды Мишлен. У нас десять, Макси. У нас десять. Все, мы даем десять за наш японский хлопковый чизкейк. Готовьте. И у вас тоже все обязательно получится. До новых встреч! Пока!